Новая площадка МГИМО в Московской области открывает новые возможности перед выпускниками. В Одинцово уже реализуются программы бакалавриата и магистратуры. Они полностью соответствуют мировым стандартам. На торжественную церемонию приехал и Сергей Лавров, который сам когда-то был студентом Института международных отношений. Сегодня по завершении всех необходимых процедур можно поздравить университет с рождением подмосковного кампуса, уникального комплекса, включающего в себя и развитую учебную, спортивную, рекреационную инфраструктуру. Здесь сформирован профессиональный педагогический коллектив. Убежден, что создание филиала не только принесет пользу Подмосковью, но и позволит самому МГИМО нарастить свой потенциал в области обучения управленческим и экономическим навыкам, освоить специфику подготовки кадров для органов власти, субъектов Российской Федерации. Многие с удивлением узнали, что министр иностранных дел – автор гимна Института международных отношений. Кампус МГИМО включает два современных здания – спортивно-оздоровительный комплекс и учебный корпус с отлично оснащенными кафедрами, научными лабораториями, компьютерными и мультимедийными классами. Анатолий Торкунов подчеркнул, что в этом филиале, так же, как и в основном кампусе, особое внимание будет уделяться иностранным языкам. На площадке в Одинцово университет реализует программы по новым направлениям подготовки – бизнес-информатика, управление персоналом, лингвистика и психология. Более того, мы рассматриваем и преподавательский коллектив, и студенческий коллектив проспекта Вернадского. И здесь Одинцово как единый коллектив. И много уже на этом направлении сделали. И преподаватели являются членами Большого ученого совета. Студенты на регулярной основе и здесь, и на проспекте Вернадского встречаются, и не только на спортивных соревнованиях, что самое по себе тоже хорошо, поскольку здесь великолепные условия. Мы вместе проводим научные конференции, семинары, участвуем в волонтерском движении. С нового учебного года на базе филиала откроется Горчаковский лицей для учащихся 10-11 классов. Это означает, что помимо базовой учебной программы, ребятам будут преподавать дисциплины МГИМО. После торжественной части в филиале на несколько часов были открыты двери всех учебных аудиторий. Родители и абитуриенты узнали об условиях получения здесь среднего, специального и высшего образования. Губернатор Московской области подчеркнул, что обучение в Одинцовском кампусе требует серьезного отношения. Филиал будет претендовать на, безусловно, лидера в обучении, поэтому никакой другой цели не ставят здесь преподавательский состав и ректор, конечно. Никакой халявы здесь быть не может. Двери Одинцовского филиала МГИМО теперь открыты официально. Крепкие знания, большой выбор иностранных языков, насыщенная студенческая жизнь – все это находится рядом. Прием абитуриентов начнется в конце июня. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.